Здравствуйте, уважаемые земляки! С вами снова команда Зан Онлайн, передача разговора о политике со мной. И сегодня у нас в гостях Савр Дагинов. Я думаю, что Савр не нуждается в представлении, поскольку он неоднократно уже был у нас на интервью, занимает активную гражданскую позицию. Все читаем его посты. Человек, обладающий специальным познанием, знает навыками, которые может рассказать о нынешней ситуации. Сегодня мы будем говорить о ситуации вокруг компании Евросибойл, вокруг компании Комсомольск Нефть. Это бывшая Калым Нефть. Напомню вам, дорогие друзья, то, что 20 апреля в 4-5 часа утра был произведен рейдерский захват компании Евросибойл, ну объектов компании Евросибойл и Комсомольск Нефть. Это представители ЧОПа, ЧОПа из Дагестана. И мы в соцсетях, в телеграм-каналах данный вопрос подняли, после чего было проведено оперативное совещание. Спустя три дня было проведено оперативное совещание у главы Республики Калмыкия, где нам в должности высшие должные лица, в том числе правоохранительных органов, органов доложили нам о ситуации по Евросибойлу и компании Комсомольской Нефть. Саур, ты в этом очень разбираешься, я знаю, ты даже документы изучал определенные, встречался со специалистами. Мне бы хотелось, чтобы мы в рамках данной передачи, в рамках данного интервью рассказали подробно, дали понять нашим подписчикам, зрителям, то есть объективную ситуацию, которая у нас сегодня есть. Ну, для того, чтобы дать оценку происходящему в этой сфере, надо чуть-чуть углубиться в устоит. Вообще, эта компания, бывшая Калмынефть, которая сейчас называется Евосибойл, там, по-моему, шесть компаний уже образованных на базе Калмынефти бывших, но у них всех бенефициар один, это господин Цитаров, гражданин Цитаров, который находится сейчас в федеральном розыске за попытку дачи взятки. Там возбуждено несколько уголовных дел, насколько я знаю, и последнее уголовное дело было по факту Рейдерского захвата. Ну, вообще, что хочу сказать. Калмынефть с советских времен еще, она была основной бюджета оборудовающей компанией, которая приносила основную долю доходов в бюджет республики. И на данный момент, конечно, когда вся вот эта отрасль нефтедобывающая, она криминализирована, республика не получает никаких абсолютно доходов ни в виде налогов, ни в виде каких-то еще финансовых отчислений. Она не контролирует вообще эту сферу. То есть любой глава, который был бы заинтересован на ведении порядка в пополнении доходов бюджета, тем более при такой ситуации, когда в какой находится бюджет республики, а у республики госдолг более 6 миллиардов, основная задолженность это перед коммерческими банками, он, конечно, бы задумался сразу о реальных мерах по декриминализации нефтедобывающей сферы. Я тебе перебью, что ты имеешь в виду словом криминализованное, криминальное? Ну, что я хочу сказать. У нас эта нефть, она добывается, вывозится и продается нелегально. То есть эти компании, которые занимаются подставными фирмами, которые якобы там... Потому что Евросибойл после выездной налоговой проверки находится в стадии применительного банкротства. Там выездная налоговая проверка провели выездную налоговую проверку и до начислили миллиард шестьсот недоимен. В бюджете всех уровней. Да, в бюджете задолженность по налогам перед бюджетами всех уровней. И получается сейчас, что вот эта деятельность по нефтедобыче и по реализации добываемой нефти, она как бы находится за рамками в закон. Куда она продается, куда она выводится, кто контролирует. Правильно ли я понимаю? Ты хочешь сказать то, что имея задолженность перед бюджетами 1 миллиард шестьсот, они продолжают торговать нефтью, но бюджет, задолженность не уменьшается. Я хочу, я вот подвожу к этому, да, то есть все это время нефтедобыча и реализация этой нефти, она не прекращалась, она велась. У нас возникает вопрос, как такое могло вообще быть, да? Почему это происходит? Нет, сам по себе напрашивается ответ, это коррупция всех органов власти, в том числе и силовой, да? То есть получается у нас, что все все знают, никто ничего не делает, да? Нефть как продолжали в Аровске добывать и вывозить. Все даже знают, куда ее вывозят. Ее вывозят в соседнюю республику Дагестана, самовары. То есть я не думаю, что наши силовики не обладали этой оперативной информацией, да? Потому что такой объем нефти там в день, насколько я знаю, там около от 8 до 10 КАМАЗа. То есть... Ну это тяжело не заметить, да? Очень тяжело не заметить. Но однако все это время это все продолжалось. У меня не находится никакого другого ответа, как это... Тут есть большие вопросы. Правоохранителям. И правоохранителям органов, и коврена власти. Почему? Потому что когда республика находится в таком тяжелом социально-экономическом положении, когда такой огромный госдолг, почему ничего не принималось для того, чтобы вот эту бюджетообразующую отрасль поставить под контроль, навести порядок? В первую очередь надо было поставить вопрос о реализации добываемой нефти. Либо она шла... Она реализовывалась, и эти денежные доходы шли в доход государства в счет погашения за должности по налогам. Да, согласен. Либо мы оставляем все как есть, и какие-то непонятные мутные личности занимаются непонятно. Поэтому, я говорю, вся отрасль криминализирована. То есть в сухом остатке мы имеем то, что у нас есть задолженность по налогам один миллиметрад. В сухом остатке? И нам эту задолженность никто не погашает, а не продолжает добываться и вывозиться. Понимаешь, тут надо отдать должное и налоговым органам, которые все-таки, несмотря на давление со стороны и бывшего руководителя, и нынешнего, они все-таки начали эту выездную налоговую проверку, провели ее и закончили. Там, насколько я так знаю, было огромное противодействие. В доведении до конца, да, со стороны власти. Я не знаю, чем это обусловлено. Они в первую очередь должны были быть заинтересованы. То есть я хотел тебе задать вопрос, ты забежал вперед, то есть как ты оценишь деятельность вообще, действия на налоговый орган? Ну, мы по фактам, мы оперируем фактами, те факты, которые вообще известны. У нас есть по факту уже проведенная выездная налоговая проверка, доведенная до конца, есть доначисленная сумма недоимки, миллиард шестьсот, есть поданные иски в арбитражный суд. И сейчас идет процедура процессуальной процедуры, связанная с апелляционным обжалованием. То есть это дело в судах, это дело небыстрое. То есть в данном случае, я думаю, налоговые органы в рамках своих полномочий, поскольку я в этой сфере немного разговариваюсь, они проявили, конечно, максимальную должную, как сказать, требовательность. По факту у нас есть доначисленная сумма недоимки. Но по факту у нас же есть и нелегальная нефтедобыча. Она все это время продолжалась. И это все привело к тому, что какие-то полукриминальные личности из соседней республики с какими-то нарисованными мошенническими документами попытались у одного жулика рейдерски захватить те активы, какие у него были на нашей территории, в поселке Комсомольске. Насколько я знаю, компания Комсомольск. Ну, что сказать, это коррупция и бардак полный. То есть, чем хороша эта ситуация для нас, как для жителей? Она ничем для нас не хороша, вообще не хороша. Пока эта нефть добываем на территории Калмыкии, пока мы не будем, наша республика не будет что-то получать. Я думаю, наоборот, она хороша тем, что она сейчас вылезла, появилась, появился общественный резонанс, то, что мы обратили внимание. И если будет определенный общественный контроль, то мы сможем дальше в рамках общественного контроля влиять на... Я надеюсь на это. Я этот вопрос поднимал еще и при прежнем главе республики, при ООО, я поднимал вопрос, пока он не в сети писал и направлял официальные запросы, правоохранительного органа направлял. И я хочу сказать, у меня такое ощущение, что ВОЗ и ныне там. Да, эта ситуация имела резонанс, ну посмотрим, что будет дальше. Пока выводы делать рано, да. Это же надо увязать и с общей социально-экономической и политической ситуацией в республике, и вообще с тем, куда мы движемся, и что здесь будет происходить. Да, поэтому на данный момент, ну, следствие разберется, следственные органы разберутся, будем надеяться, что они доведут это уголовное дело до логического конца, выявят всех виновных, всех бенефициаров. Но здесь что хочу сказать. Вообще, это было бы невозможно. Осуществлять вот такую деятельность, добывать нефть таким варварским способом, загрязняя степь, вывозить эти объемы куда-то, да, в маленькой республике. Если бы не было коррупционной составляющей. То есть, грубо говоря, просто молча давали добро. Ну, грубо говоря, крышевать. Грубо говоря, крышевать. И в первую очередь надо разбираться в этом. Я думаю, ну, силами местных органов, я думаю, мы здесь не разберемся без привлечения внимания Москвы и вышестоящих лиц. Для того, чтобы, как сказать, это понять, чтобы это внимание было направлено и правильно было направлено в правильном ракурсе, нам надо всем понять, что вообще, куда мы движемся. Какая сейчас ситуация? Общество должно знать, что происходит, общественность, потому что это все долгое время находилось как бы в тени, и мы вообще не понимали, что происходит в этой отрасли, кто является хозяином, куда продается эта нефть. Я же говорю, хорошо, что это ушло на направлении, это очень хорошо. Да, то есть, чем больше будет общественный резонанс, тем лучше, да, потому что наше общество должно знать, что происходит в республике, да, куда мы движемся. Что делать дальше? Конечно, общественный резонанс будет иметь определенное давление, да, но посмотрим, что будет. И пока мы наблюдаем, кроме каких-то совещаний и общих слов, мы наблюдаем полное бездействие, я бы сказал, преступную халатность. Все, понятно, Саня, спасибо тебе за разъяснение про эту ситуацию. Ну, теперь давай поговорим о ситуации в республике в целом, пути выхода, куда движемся, почему так происходит, на твой взгляд. Ты всегда делаешь хорошую аналитику. Вот, пользуясь случаем, я задаю тебе вопрос, что сейчас происходит, по твоему мнению, за эти два года, за два года правления, но главный. Тут два вопроса напрашиваются. Куда мы вообще движемся? Что происходит и куда мы движемся? И что вообще надо делать? Три вопроса. Что вообще происходит, куда мы движемся? И какие цели преследует федеральный центр, игнорируя ситуацию в республике? Я считаю, что федеральный центр более 27 лет игнорирует вообще политическую ситуацию, экономическую ситуацию, тотальную коррупцию и бесправие полное. Ну, эта ситуация в целом по России, она, конечно, непростая, но я не хочу рассуждать в целом о России, мне ближе моя рода, на Калмуте. Конечно, меня это все беспокоит, и я очень долго за этим смотрю. И какую картину мы видим? При нынешней политической ситуации в системе, наше население, оно лишено права выбора. То есть, за счет каких-то там законодательных ухищрений, мы не можем не выдвинуться. Ты имеешь избирательных прав? Да, избирательных прав, они ограничены. То есть, мы наблюдали это на последних выборах главы. Искусственно создаются механизмы, которые препятствуют людям. Тот же муниципальный фильтр, да. Когда человека можно под любым основанием, там, ну, не собрал подписи, да, объявить там в том, что там двойные подписи, и снять его с выборов. Это что такое? Это барьеры. То есть, заранее уже ставятся барьеры, которые не допускают неугодных власти кандидатов, да? Мы об этом много говорили, это понятно. Ну, то есть, а по факту, получается, наши граждане, наше население лишают права выбрать себе путь развития. Это не малова, это наше будущее. Мы теряем годы. Мы за 27 лет уже выросло там целое поколение. Да, это целое поколение. Целое поколение. И я хочу сказать, к чему это все привело. Это привело к тому, что республика превращена в резервацию, в социально-экономическую резервацию. Республика социально-экономическая, а сейчас уже, можно говорить, политическая катастрофа, да. Основной результат вот этой социально-экономической катастрофы – это огромный отток миграции населения. Для нашего маленького народа, калмыков, да, у нас чуть более там 140 тысяч человек по последней переписи, да. Калмыков? Да. 270 тысяч. 270 тысяч – это общее число населения республики. Ты путаешь. А, да. Общее число населения республики. У нас же не только калмыки. Но я хочу сказать, для нашего народа это чревато вообще полной ассимиляции, исчезновения. То есть тут уже надо бить тревогу и вообще ставить вопрос о нашем будущем. Сохранимся ли мы как нация, как это, да, волжские калмыкии. Поэтому тут ситуация, она на самом деле, она критическая. Дальше наблюдать молча за тем, что происходит, у нас просто нет времени, у нас нету просто прав. И ради будущего наших детей, чтобы сохранить нашу родину, ту землю, которая нам досталась от предков, нам надо за нее биться. Тем людям, кто понимает, что происходит вообще на территории республики, что происходит вообще в республике. И здесь, конечно, немаловажна ваша деятельность, твоя, в частности, деятельность самого Максима тоже. И поэтому те вопросы, которые поднимаются в рамках этой передачи, они доносятся до нашего общества, находят отклик. И здесь это имеет свой результат. Я вот наблюдаю в последнее время, очень много земляков проявляют свою гражданскую позицию, активность. Раньше они боялись это говорить. Сейчас, мне кажется, уже все, предел вынужден. Мне кажется, вот я так чувствую. А что предел? Нас разули-раздели под шумок, под всякие разговоры. Выгнали из дома Хосен Шалурбасад. Свои же. Свои же, да. И на все четыре стороны нас, грубо говоря, погнали. То есть, куда дальше еще? Нас из своего дома выгнали. Мы здесь не можем нормально вернуться, найти себя, найти свое место в жизни, реализовать себя. Очень тяжело. И поэтому у нас самая большая проблема – это отток населения, это миграция. Миграция, и мы там растворяемся. Все, на ауды как-то может исчезнуть. Да, это пахнет риском того, что окончательная ассимиляция, окончательное исчезновение нашего этносра. Здесь я с тобой полностью согласен. Что делать? Что делать? А теперь я хочу сказать, что я вижу. Прежде всего, нам надо поставить вопрос перед Федеральным Центром. Не только по социально-экономическим проблемам, по политическим проблемам. Гораза шире надо поставить вопрос. Вообще, каких целей добивается Федеральный Центр, полностью игнорируя социально-экономическую и политическую ситуацию? У нас просто нет, у нас игнорируя. У меня такое ощущение, что в республике какой-то эксперимент проводится, окно Авертона, называлась такая теория, когда общество приучает к каким-то таким извращенным вещам, асоциальным. И подают, что это нормально. И подают, что это нормально. Вот нам потихоньку, небольшими дозами внедряют в голову, разрушают нам менталитет, разрушают нравственность, да, и заставляют с этим смириться. Многие просто молча наблюдают. И соглашаются. Ну, может быть, где-то, ну, они думают, а что я сделаю, что я не сделаю, да. Мне многие говорят, а зачем ты это все говоришь, зачем ты это пишешь, вот тебе зачем больше. Даже мы его смотрим. И зачем ты это делаешь? Ну, не могу промолчать, потому что я не могу молча наблюдать, как у меня воруют годы жизни. Как мою родину, как мою республику превращают, как население превращают в биомоцер. У нас воруют годы жизни. Сейчас я задам тебе очень важный вопрос. Зачем тебе это? Лично мне? Ну, это мой выбор. Ну, почему ты делаешь такое? Ну, у меня такие принципы жизненные. Я считаю, я неравнодушен, я не могу промолчать. Я и раньше говорил, и не только вчера я это стал говорить. И прежнему говоря я говорил. И у меня была возможность вести диалог с разными нашими начальниками. И когда я возглавлял в Москве калмыцкое землячество, и на региональном, и на федеральном уровне, я говорил о тех вещах, о которых я сейчас говорю. То есть я не вчера, не сейчас начал это все говорить. Меня ситуация в республике беспокоила, ну, не знаю, уже последние лет 20, наверное, когда я уже стал более-менее зрел, стал понимать, что вокруг происходит, и стал себе задавать вопрос, вообще куда мы катимся. Пути выхода, самый. Вот я начал говорить, мы должны поставить перед федеральным центром вопрос, что, какую цель. Я пока вижу, что здесь цель это полный демонтаж субъектов. Республика как субъекта федерации. И все к этому идет. Да, потому что никакого равноправия у нас уже нет. Ну, какое может быть равноправие, когда какой-то представитель власти, там, пересидевший там во властном кресле, представитель партии власти, берет, публично обвиняет весь наш народ в таких фактах, выдуманных. Да, и, ну, я не буду говорить про все это знать, да, про случаи Штыгашева, да. И мы, вот лично я, допустим, многие мои земляки обращались и в следственные органы, и в суд, там даже не провели процессуальную проверку. Вот я сейчас добиваюсь, чтобы провели процессуальную проверку и дали мне основание отказа в возбуждении уголовного дела. А мне присылали какие-то, целый год я обжаловал эти отписки, встречался с руководством главного следственного управления, и мне присылали какие-то отписки. То есть, я хочу сказать, это о чем говорит. Это говорит о том, что нас, калмыков, просто нет. У нас нет, у нас нету как народа, который имеет равные права. Нас не слышат. Мы куда-то обращаемся, везде глухая стена. Ничего не добьешься. Нас по телевизору могут оскорбить, назвать дурачьем, назвать там, территорию Калмыкии в новостях могут показать, как территорию там Астраханской области. Это что такое? Я с этим сталкивался не раз, я и судился с телеканалами, и ходил на эти федеральные телеканалы, заставлял их извиняться официально. Ну, то есть, я хочу сказать, нашему обществу это постепенно насаживается. Что по телевизору показывают, ну, калмыки такие-секи, дурачьи, оборванные будут. Это как вы по федеральному телеканалу такое допускаете? Ладно, пусть это будет не калмыки, нельзя про любой народ так говорить. Пусть даже два человека этих представителей этого народа будут. Нельзя оскорблять. А у нас это допускается на 100 миллионов аудиторий Первого канала. Известный телеведущий обзывает нас дурачьем. Что это такое? Он вообще не знает ни истории, ничего. И это происходит все на наших глазах. У нас какой выбор? Молча наблюдать? Или проявлять какую-то активность в отстаивании своих прав? Мы уже последние 17 лет молчали, 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 молчали. К чему это все привело? Мы еще 9 лет промолчали. В итоге мы 26 лет молчали. Сейчас нам еще 5 лет надо промолчать. И куда мы прикатимся? Многие просто эти 5 лет не доживут. Они исчезнут. Или уедут. Или сопьются. Или потеряются в жизни. Тяжело в такой ситуации, в такой атмосфере жить, найти себя. И поэтому более-менее активной части населения, думающей части населения, с активной, пассионарной, все-таки надо как-то, понимаешь, я сейчас идти официальным путем, пытаться, чтобы партия власть. Ты видишь, наша Единая Россия в Фурале, как она себя ведет, она ни одной проблемы, которая беспокоит наше общество и республику, там не поднимается. Кроме вот этих 8 депутатов. Есть вам представители Единой России, которые... Да, да. Сара Арсанна Бакинова и Арслан Борисович Кусьминов, они, конечно, борцы. Потихоньку перестраиваются же общества. Ну, я думаю, я хочу обратиться к нашим землякам, к тем депутатам. Вы же депутаты будете не навсегда, и чиновники наши там уже стоящие. Вы не навсегда будете и депутатами, и чиновниками, да? Ну, потом будет вопрос, а станет ли вы сынами и дочерями своего народа? Там слишком высокая цена будет всему этому, да? Когда тебя будут презирать, когда тебе в лицо будут говорить, что ты вел себя как подонок, как предатель и мерзавец, ну, это не та цена. Если вы понимаете, о чем я говорю, да? А теперь я хочу продолжить мысль о том, куда мы движемся. Для того, чтобы понять, что делать, надо понять, куда мы движемся, да? И поставить вопрос перед федеральным центром, какие цели он преследует. Вот насколько я вижу по тем фактам, которые сейчас происходят в республике... Это идет демонтаж тихий, подлый демонтаж субъекта, да? По-моему, меру субъекта. Нас фактически лишили контроля на нашей территории, все территории, те управления федеральных органов власти, они почти все переподчинены. У нас в остальных территориальных подразделениях, почти во всех, назначены варяги. Кадровая политика, которая происходит в этих структурах, она вообще безобразная. Там выдавливаются оттуда профессиональные местные кадры. Остаются только угодные, либо те, кто там может приспособиться, да? Под требования этих временщиков. И что в итоге... В итоге профессиональный уровень вообще управленческого класса республики, он ниже плинтуса докатился. Что... Вот это только часть проблем, да? Это то, что касается той ситуации, которая у нас... Нас лишили полномочий, да? У нас уничтожена банковская система на территории республики. У нас нет самостоятельных региональных банков, у нас нет даже филиалов. У нас какие-то подразделения, доп. офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы, да? То есть полноценной банковской системы, которая смогла бы там проводить какую-то кредитную политику, там, системную, у нас нет. Это проблема такая, она многогранная. То есть на этом фоне идет планомерное закредитование населения республики. Да, население республики, обладая низкими доходами, да, при высокой безработице, при самых низких доходах, у нас самая высокая закредитованность. Да, согласен. Да, то есть это наш бич. И никто ничего с этим... Людей ввергают в тотальную нищету. Просто. Это беспросветная тотальная нищета. Что остается нашим землякам? Бросить все и ехать в поисках работы и средств для того, чтобы выжить элементарно. Ну, выходит, мигранция, освобождение территории. Да. Какой результат? Результат основной, то, что эта территория освобождается от активного населения, она уже освобождена. От активного, коренного населения. Коренного населения, да. У нас десятки тысяч, статистики такой нету, но десятки тысяч у нас проживает за пределами уже десятки лет. За пределами республики. Эти люди назад уже не вернутся. У них дети там школы позаканчивали, у них уже там социум обустроен, да. То есть тяжело человека вырывать из того социума, где он уже там больше десяти лет прожил, да. Вернутся, ну, там, патриоты, которые захотят там бороться, посвятить свою жизнь, чтобы свою родину спасать. Нет, не столько бороться. Да просто жить вернуться, единицы из тех, кто уехал. Здесь действительно уехал. Здесь жизнь без борьбы невозможна, я думаю, самол. Грязи. Поэтому, что хочет федеральный центр? Если он хочет демонтировать нас как субъект, чтобы нас уже постепенно лишили всех полномочий, на территории республики из-под контроля вывели все территориальные подразделения федеральных органов, выдавили все активное население, все местные региональные органы власти. Ну, это все декорация. Это органы власти, которые не влияют ни на что. Они занимаются какими-то полураспилами, насаживанием на какие-то там более-менее хлебные должности своих родственников, знакомых, близких людей. То есть это период окончательной деградации и вымирания республики. Он недолгий будет. Нам осталось недолго, да. То есть сейчас уже федеральные чиновники поднимают вопрос об окрупнении регионов. Я думаю, это не зря. И одним из первых регионов, где напрашивается вопрос об окрупнении с более-менее такими сильными регионами, я думаю, это Калмыкия. Но здесь что, мы национальный регион. У нас есть своя история, у нашего народа своя история. Нам эту землю никто не дарил. И забирать ее у нас тоже никто не имеет права. Ни под каким соусом. Укрупнение, перераспределение бюджетов, там еще что-то. Там соус может быть разный. Но нам надо всем понять, что это наша родина. И мы не имеем права молча ее предавать и отдавать. Что бы нам там ни говорили, что это будет во благо. Все-таки, я считаю, когда у тебя есть кусок земли, кусок своей территории, где ты родился, где ты вырос, куда ты можешь привезти своих детей, куда тебя привезут умирать и где закопают твои кости, где похоронены твои предки, все-таки это немаловажно. Всю нашу историю наши предки проливали кровь, защищая эту землю. И у нас нет права эту землю отдавать. Поэтому вопрос уже стоит так. Выживем мы или не выживем? Сохранимся мы или не сохранимся? Нам очень тяжело в нынешней системе тотального бесправия что-то отстоять. Куда-то кого-то призывать, а не собирать, потому что это каждый сам выбирает. Делает выбор. Но лично я сделал выбор, у меня активная жизненная оппозиция, активная гражданская оппозиция. Да, она идет в разрез официальной, провластной. Но я исхожу из тех принципов, я исхожу из того понимания, как я понимаю интересы нашего народа. Интересы своей родины. И поэтому, если федеральный центр так и продолжит игнорировать, так и продолжит молча нас демонтировать, и приведет это к тому, что нас тихо попытается присоединить к какой-нибудь области, тоже хочу сказать, захолустный. Я не хочу сказать, что там экономически сильный регион. Там 40% территории этой области, бывшие два района Калмыкии вообще. Это искусственно созданная территория. И там получится одно большое захолустье. То есть дальше процессы деградации социально-экономического вымирания не продолжатся. И тут встанет вопрос, а что будет дальше здесь? Это ближайшее будущее, если такими темпами это все продолжится. Потому что миграции, опустынивания, они не остановлены, эти процессы. И постепенно эти территории заселяются. Кем заселяются? Дагестан. К нам приезжают с Воронежской области, с Волгоградской. К нам приезжают с Дагестана. Наши южные соседи. Да, я вот общался с одним представителем дагестанской диаспоры. Он мне такую цифру озвучил. Я говорю, примерно по твоим подсчетам, сколько проживает здесь дагестанцев? Он мне сказал, ну где-то это было 16 или 17, вот около 20 тысяч. Меня эта цифра поразила. Я потом думал, ну как так? Я съездил в ряд наших сел, в Черноземецком районе, в Лаганском районе, в Акиборульском. Я удивился, они почти полностью заселены уже выходцами из Дагестана. У нас есть села, где калмыков не осталось. Мы уже свою родину теряем. Но это уже этим процессом есть такие экономические причины. Территория Дагестана, плотность населения Дагестана 69 человек на квадратный километр. Плотность населения калмыкии 3,5 человека на квадратный километр. То есть миграционные потоки такие, и постепенно идет заселение. И за этими процессами же, допустим, у нас, если уже большая часть населения будет не коренного, а пришло, то за ними придут какие-то уже другие потребности, религиозные, культурные, еще какие-то. И у нас уже достаточно большие общины проживают в ряде районов. Они там пытаются устанавливать какие-то свои порядки. Идут скрытые межнациональные конфликты, конфликты за землю, за пастбище, за точки. Это все есть, но это все пока не изучается. Сейчас мы дошли до того, что к нам в соседней республике боевики с автоматами приехали и пытаются отжать, правда, из-под контроля другого жулика. Ну, на нашей территории основной лефтедобывающий актив. Они хозяинничают на нашей территории, не обращая внимания ни на кого. То есть нас здесь уже нету, как фактора. Сюда можно приехать с автоматом, отобрать все, чего у кого хочешь, да? Если они отбирают нефтеперобащие предприятия, то я не говорю уже про точки. Кто здесь хозяин? Кто будет здесь наводить порядок не на словах, а на деле? Когда это все будет? Сколько нам еще ждать? Многие из нас не доживут, пока будут вот так вот молча наблюдать за всем этим. То есть, а потом это уже будет вам не нужно. Что делать? Что делать? Третий раз это выяснилось. Что делать? На твой взгляд, что делать? Что делать? Ты сказал, как все плохо. Теперь скажи, как выйти из этого плохо. По твоему мнению? Прежде всего, здесь нужен вменяемый, компетентный глава. Потому что Калмыкия вообще республика с очень высоким образовательным лицензором. С очень высоким уровнем образования населения. И среди нас есть достаточное количество образованных, опытных управленцев, профессионалов, которые проработали в разных сферах. Я лично многих знаю. Но почему-то федеральный центр из всего этого выбора назначил нам одного из ярких представителей шоу-бизнеса. Который не обладает вообще нулевым профессиональным управленческим опытом. У него нет даже профессионального образования. То есть, они посчитали, что медийность, навыки физической рефлексии спортсмена, тусовщика, достаточный для того, чтобы управлять таким сложным регионом. Я не знаю, куда мы катимся вообще тогда. Но это мы уже знаем. Дальше. Нам нужен профессионал. Здесь поставить вопрос о том, что здесь нужен нормальный, адекватный глава. Патриот, который займется этими проблемами. Которому мы все должны помочь. Нам уже надо просыпаться, нам хватит ждать, у нас нет времени ждать. Мы на краю уже стоим. И вот здесь тогда уже надо садиться и реализовывать тот план. Как ты видишь, что делать. Потому что не обладая какими-то властными полномочиями, нам можно много рассуждать. Но в данной ситуации у нас нет права выбора. Нам могут прислать сюда любого. Любого. Могут прислать какого-нибудь помощника, депутата. Либо какого-нибудь там человека, который вообще полностью оторван. Ну да, это самое главное. Начало. Да, и процессы дегадации, они продолжатся. И мы будем так же и дальше. Где-то в сетях бухтеть, на улицу выходить. Но ничего это не значит. То есть поставить своего главу, чтобы... Не своего главу. Адекватного, профессионального главу. Вокруг него сплотиться, объединиться. Которому мы уже будем помогать реализовывать. Да, тут нужен план Далласа. План спасения республики. Ну, план спасения. Это понятно. А вот здесь уже мы, как военные спецы, сядем уже. В первую очередь это поставить под контроль нефтедобывающей отрасли. Да, чтобы республика контролировала этот сектор экономики. Во вторую очередь надо поставить вопрос о доходах, о деятельности крупных корпораций, которые ведут добычу нефти на шельфе. Это прежде всего Лукоил. Мы, такая нищая республика, почему-то представляем Лукоилу налоговые льготы по налогу и на имущество, и налогу на прибыль. И теряем несколько миллиардов. Лукоил платит в год, за 2020 год заплатил 1 триллион 300 миллиардов рублей налогов в бюджет разных уровней. В бюджет только Астраханской области они заплатили за период с 2009 года по 2020 год, 2019 год заплатили 32 миллиарда рублей в бюджет Астрахани. Это бюджет Астрахани только получил. А где Калмыкия? Все трубы из шельфа от месторождения Филановского и Корчагина выходят на территорию Калмыкии. Их не тянут за 200 километров в Астрахани. Их тянут на территорию Калмыкии. А Калмыкия представила льготу. На основании чего? На основании некоего соглашения. А кто видел это соглашение? Почему депутаты Народного Хурала не видели это соглашение? Почему это соглашение не проходило, его утверждение не проходило через наш парламент? Это вопрос. Почему как-то куларно где-то оно кем-то подписано было? Республика теряет доходы. Вот это ответ на твой вопрос, что надо делать. Надо прежде всего у нас в доме навести порядок. Это то, что касается нефтегазового сектора. Это большие суммы доходов. Третий вопрос это КТК. Почему они не платят аренду? Они прокачивают через нашу территорию, проходят большие... Сколько там километров? 170 километров, по-моему, проходит труба через нашу территорию. Ну, километражный задолженность. Я точно не помню, но задолженность большая. В два района они больше 100 миллионов должны в каждом районе, да? В Черноземельском 215, что-то такое-то. 215. В Икебрульском около 100, там, за 100. И все представители власти могут сказать, как будто эти деньги нам не нужны, да? То есть необходимо наводить порядок, это вкратце. Да. Сельское хозяйство. Что ты скажешь о сельском хозяйстве? Там тоже необходимо наводить порядок. Ну, давай, во-первых, поймем, что у нас происходит в сельском хозяйстве. У нас в сельском хозяйстве какая-то партизанщина. Ну, фермерское движение, да, надо отдать должное нашим землякам, которые... У нас самая большая проблема в чем в сельском хозяйстве? Вообще, при этом касается сельского хозяйства, надо вопрос энергетики поднять. Самая большая проблема, это у нас тариф для юрлиц, самые большие в регионе, 11 рублей. То есть, и почему у нас гарантированный поставщик, Волгодонская атомная электростанция, да, которая нам по 5 или 6 рублей поставляет по автовой цене, да, у нас половина этой стоимости теряется при доставке сетями. У нас сейчас, допустим, на территории республики построены новые мощности ветроэлектростанции, солнечных электростанций, которые совокупно в год вырабатывают 459 мегаватт, да, то есть это уже те энергетические мощности, которые вырабатываются на территории республики. А республика потребляет 129 мегаватт в год. То есть, в 4 раза больше. Да, почему не проработать бы вопрос, заключить какой-то концессию, государство, частное партнерство, да, чтобы поменять нам гарантированного поставщика. Тут нужно специалистам проработать этот вопрос. У нас бы не было таких больших потерь. И цена, соответственно, была бы намного ниже, да. То есть, мы как-то этот вопрос надо решать. Без решения этого вопроса говорить о развитии чего-либо, да, невозможно. В сельском хозяйстве, да, допустим, большая проблема, да, у нас же основная отрасль – это животноводство. То есть, здесь возникает проблема кормов, поскольку у нас зона рискованного земледения и его сложные климатические условия. У нас то может быть жара засухая, да, то там снег, там, либо жесткие зимы, да. Тоже это влияет на падеж, на кормовую базу, да. То есть, проблема кормов упирается в проблему мелиорации. Да, в свое время, в советские времена ее развивали, было даже в министерстве мелиорации. Вкладывали вот эти каналы, рыли, то есть, растительные поля были, да, кормосовхозы. Сейчас это все запущено, конечно, но этой проблемой надо заниматься. Без решения проблемы кормов мы не решим проблему животноводства, да. То есть, надо обеспечить тот необходимый минимум, который бы позволил тому поголовью, которое на нашей территории, да, максимальное, можно разводить, чувствовать такую, ну, как это называется, кормовую независимость. Есть продовольственная независимость, ну, я назову это так, да. То есть, проблема кормов основная, есть программы минсельхоза, да. Ну, тут надо еще понять, рынок животноводства, животноводческой продукции, он поделен в России. Основной игрок на этом поле – это компания Мираторг. Она монополист. Где-то они нас душат тоже, да, через вот эти требования ветеринарии. У нас разваленная вся ветеринара. На бумаге она есть, ветеринарная служба. А по факту ее нет, потому что все разрешения ветеринарные наши фермеры как-то получают за пределами, да, на вывоз, насколько я понимаю. Не, здесь хуже. Здесь уже, да. Ну, здесь постоянно какие-то вводились ограничения, связанные там с кем-то ящурами. То есть, эта проблема тоже немало важна, ее надо решать. И подходим к основному, это вопрос переработки конечной продукции, да. Много говорилось, многие там, все помнят, что у нас здесь строилось два местокомбината, но они бездействуют. Один местокомбинат недостроен, разворован кредит. И поэтому проблема переработки стоит, да. Поэтому эту проблему он без дешевой энергии не решит. То есть, это будет влиять на себестоянную продукцию, да, в конечном итоге. Чтобы она была конкурентной, во-первых. И, во-вторых, ну, это надо все в комплексе решать. Почему сейчас, а сейчас пока каждый фермер, он борется сам за выживание. Ну, да, как ты вначале сказал, надо наводить в порядок. Системная должна быть работа. Да. Да. Это все то, что касалось, ну, как я вижу, проблемы сельско-развеста. Ну, проблемы выхода, да, из выхода. Но проблема, проблема-то есть, программы есть. Ну, у нас тяжело вообще привлечь какое-то финансирование на реализацию каких-то этих программ. На федеральном уровне, я знаю, есть институты развития, есть и Россельхозбанк специализированный. У нас сейчас Россельхозбанк из-за криминальных скандалов, нескольких уголовных дел, связанных там с выводом эффективных кредитами. Да, убрали заявку. Ну, опустили до статуса дополнительного офиса. Нет, операционного. Операционного офиса, да. Но это существенное ограничение полномочий, связанных с лимитами кредитования, с рассмотрениями заявок. То есть на нашей территории фактически это все ограничивает экономическую деятельность субъектов, которые засудятся. Синкопробанк как говорим? Это немаловажно. Нет, почему и пробанк? Когда наши фермеры пойдут за кредитом? Некуда? Тем более после такой жесткой, за насухой и зимой, да? Нет, у нас есть специалисты, которые на практике это знают. Но у нас почему-то принято, что каждый вновь назначенный большой начальник, он резко умнеет и не считает должен советоваться с такими специалистами. А зря. Какая-то часть депутатского корпуса, да, стала не на словах, а на практике добиваться чего-то вообще. Вообще хоть как-то в парламенте подняли вопросы перед правительствами. А что вы делаете для пополнения доходной части? Что вы делаете для решения проблемы с госдолгом? Вообще я смотрел, интересные были баталии, связанные с обсуждением, утверждением бюджета. Раньше-то это все молча заголосовывалось и все, и никаких вопросов не задавался. Это важно, и для общества нашего это важно. Важно понимать, что что-то началось делать. Межфаркционная группа – это такая перспективная площадка. Ну, надо дальше двигаться, развиваться. Не могу не задать вопрос. Согласно Анне Баке, мы недавно возглавили трангет поддержки Путина, тоже член межфаркционной группы. Как ты смотришь на эту площадку, на этот комитет, вообще твое мнение, твое видение? Я считаю, надо поддерживать все инициативы, направленные на то, чтобы привлечь внимание к проблемам республики. Под каким это будет флагом, там будет комитет поддержки Путина, либо это будет какая-то партия, либо это будет круглый стол общественно-политических сил. Это не суть важная. У всех тех, кто, допустим, я сам принимал участие в заседаниях этого комитета, и сам принимал участие в заседаниях нескольких круглых столов, у всех этих общественников и у всех этих площадок, у них цель донести те проблемы, которые беспокоят нас сейчас, о которых надо уже не только говорить, о них надо кричать во весь голос, потому что дальше молчать и наблюдать, как убивают нашу республику, нельзя. Ну и сейчас в заключении, что бы ты пожелал нашим подписчикам? Ну я всегда желаю терпения, терпения, терпения. Ну жизнь такая сложная штука, каждый вправе сам делать выбор. Я хочу, чтобы все-таки земляки уже не уезжали, возвращались. Я хочу, чтобы тот день настал, когда потянутся назад. Спасибо, Саша, что пришел. Итак, дорогие друзья, это был Савра Дакина. В очередной раз он пришел, поговорили на острые темы, которые непосредственно затрагивают в нашей республике. Ну а мы с Максимом продолжаем, продолжаем передачу «Изговор о политике». И я думаю, в следующую передачу я приглашу Чемида Джангайова. Мы вроде бы с ним уже договорились. Ждите. И ставьте лайки, пишите комментарии. Сверху, свесхотну.